Я ночь. А у меня простой вопрос. Какой выбор? Какое предложение? Предложение, как бы предложение, как правило написать, передать мне здесь будет. Здесь нет, да? Правильно, правило мне. Я в случае всего в другом, нам дать основу правил, как раз это не написал. Вообще, там-то немножко переделать. Мамбон, спасибо. На самом деле, проблема объективности информации была вообще в интернете, не только в цикле, в интернете, она как бы явно несущественна. Вопрос такой. Вы упоминали о том, что есть источники ненадежные, то есть, ссылаемся на них, пишем в литературе источников, и каким-то образом, то есть, носим свое объективное мнение, что источник ненадежный. Или как получается? Ну, это не субъективное, оно, конечно. Может быть, источник объективный, но ненадежный, в том смысле, что либо он устаряющий, либо... То есть, указано на... Выпрочи. Мнение о ненадежном из источника, оно субъективное в том плане, что... Это понятие конкретно... Уже конкретно и миг объективное в том плане, что источник не следует использовать на написании статьи, но оно объективное в том смысле, что для каждого источника можно указать параллельные иму источники, и, соответственно, предигруют о том, что источник противоречит. Либо, ну, на практике иногда, когда бывающие проявления источника задать невозможно, то, как говорят, когда вы обсуждите, это на самом деле будет пару распространенных ноутов, станут доверять ему в него. То есть мы даем, просто отправляем право читателю, то есть право выбора. Ну, читатель, то есть, всегда, конечно, право выбора, значит, что за читателем, но если это... То есть в базовой источнике даем право читателю, то есть опираться на ненадежных источник или там? Ну, мы должны не видеть это, просто в некоторых случаях источник ненадежным, его мнение распространено, он ему не может не приводить. То есть мы можем считать, что аргументы, на которые выбираются данные источники, они ложные или сомнительные, но раз они не получают распространенность, то есть, в основном, они в пределах граммах указанных. У штата ФА. Антон, такой вопрос. Значит, тематика населенной пункты у нас, со вторым нашим администратором возник такое разное мнение. Студент ее написала про окружающую среду родной своего населенного пункта, ссылась на свои знания о родном населенном пункте. Естественно, никаких публикаций нет. Значит, тенденция повторилась, в нескольких населенных пунктах тоже описали окружающую среду, гора, всякая речь, дорога какая-то, ручьев какой-то, при том еще сделали более, так скажем, научно-профессионально, указали фамилию его, отчество, жителя этой беременной, год рождения, как обычно делает, делается в каких-то случаях, может публикация. Как вы считаете, допустимым или такое, или недопустимым? Похожай определить, что оказалось ссылку есть в качестве интересного специальности, из-за кон這種 приказов, проверить, что он правильно, а может не проверить. Но главная цифра должна быть совершенно другом, в том, что оригинальные идеи толкования, они не прошли процедуру официальной проверки, потому что он лицензирует. Соответственно, их не нужно указать. Однако, вот ситуация, по-самому, намного сложнее, потому что, если я пишу вещь, о которых Николай никогда не писал, но если мы возьмем столь угодно более нераспространенные явления, то, как правило, столкнемся с тем, что писаний много, и, фактически, иногда можно выбрать абсолютное утверждение на любой вкус. Как говорят, нет такой глупости. Сложно найти такую глупость, которая кем-то не причиталась за абсолютную истину. Соответственно, многие демоны, проблемы эргитарные исследования, но, скорее, здесь не вопрос личного мнения, потому что лично сложно высказать такое личное мнение, которое вообще никогда ни кем раньше не выскреблялось. Скорее, речь идет по любой источнику от своей личной мнении. А конкретно ваш вопрос по понятиям, что недопустимым таком, что недопустимым, потому что… Но уникальная информация… А, ну, я бы сказал, что там такая уникальность, что по вопросам, речь там источников этой планокарты не есть. Что касается климата или тут сновидения. Здесь проблема другая. Например, могут быть данные по климату в области, а если вы расставляете климату в каждой деревне, то главное, у них повторения какие-то не точечки. Вот здесь уже я поясню. Вадим, у меня уже в комментариях по поводу концепций, никаких надо подавать в статьях. Вообще, конечно, классический вариант правильной статьи и вообще приводит циклопедии, подразумевает, что должны даваться не сторонние концепции, а авторные концепции и аргументы. То есть это вот тот классический идеал циклопедии, как мы можем существовать. Конечно, у меня нет условий нашего написания, когда тема пишется обычно дилетантом, и он не очень разбирается, кто автор той или иной концепции и на каких основаниях настроился. То есть, обычно он гуглит или там, я не знаю, читает какую-то учебную, да, обзорную статью, книгу и ссылается, собственно говоря, на этот материал. Тут вольность интерпретации может быть совершенно разной, и подача материала может колебаться в одну, в другую сторону в зависимости от того, кто пишет данную статью. Каких-то механизмов чётких решений этой проблемы, наверное, вот в таком вот алгоритмическом виде не существует. Единственный способ решения этой проблемы, это бложественные редактированные. Когда несколько человек читают статью, более-менее они смотрят, как это совместует, каким-то общим представлениям, то есть, люди разбираются в теме, и, соответственно, статья приобретает какой-то нейтральный вид. Но эта проблема Википедии, она сущностная проблема, потому что она пишется непрофессиональной, и пишется не на профессиональных основаниях. То есть, какого-то решения этой проблемы в рамках Википедии я вообще не вижу. Актер, еще один момент такой. Вы говорите, что указывает, вот тут, уважаем, область вам сказал, что здесь неправильно, значит, даже я обыкновенный. В принципе, можно сказать, что она архитектная, но ненадежная. Потому что, да. А я хочу, что, может быть, это самое вполне авторитетей по одним из вопросов, не авторитетей, только их вверх. Вот, каждые, каждые примеры. Крига Евгения Попова и Александр Попова, по словам родительских газетов, написана праздничная «Крига Евгения Попова и Александр Попова и Александр Попова и Александр Попова, «Убийска» Просто, иногда, иногда, иногда ситуация, когда говорят, что источник тот в боли подолжит только и только. И мы не успели. И в определённой степени это верно. Потому что… Ну, если можно определить достаточно четко то, что, например, по собственным наблюдениям и по добрости где есть очень компетентен, то, конечно, это нужно сделать, что компетентен не тут, например, компетентен был истории, а в флординистике, например, для души. А вот это уже... А вот это уже... А вот рассуждение об этом на самом деле уже было бы попробовало. Но если есть признаки того, что это ускорение полно сознательно, то, естественно, считать такой источник авторитетом трудно. А если автор, естественно, просто заблуждается, скажем, вот тот же попуток, скажем, Акционова, решок, почему все было на 15 лет, так, например, в котором было естественно, ну, о своих детских годах, кто-то рассказывал, что это... Так, уважаемые коллеги, а кто начинал? Я перестал, перестал попробовать. Все понятно.